В данный момент в воинской части в поселке Сибирцево-Черниговского района в рамках частичной мобилизации формируются отряды для участия в специальной военной операции на Украине. Губернатор Приморья Олег Кожемяка проверил комплектование, условия проживания и организацию питания защитников Отечества. По штату им все выдали. Мы это видим, и одежда, и непосредственно в рюкзаках есть, и теплая куртка, и обувь. Но все равно всегда необходимо. Где-то и очки, где-то и наколенники, где-то и коврики. Поэтому это будем все организовывать, подвозить, у кого не хватает. Амуниция выдана, одежда, обувь в том числе теплая, питание нормальное, боевой дух приподнятый, отметили мобилизованный. Но обозначили ряд вопросов, в которых им нужна поддержка. Например, в оснащении специальной техникой Олег Кожемяка во время беседы с бойцами подчеркнул, что такая работа ведется правительством края. Наши подразделения будут обеспечены необходимым снаряжением и оборудованием. Также глава региона отметил, что бойцам помогут решить текущие вопросы с кредитными организациями. Много вопросов было связано с кредитами, те, которые остались у ребят. И сейчас мы сформируем списки, перейдем в Центробанк, чтобы Центробанк уже непосредственно по банкам раздал при становлении начисления процентов и пеней. Были также вопросы, связанные с заработными платами. Некоторые предприятия, вот здесь нужно посмотреть по дальполиметаллу, по примтеплу, по водоканалу. Не только сохранение рабочих мест, но и сохранение средней заработной платы. Никто не умрет от этого. Мы подумаем, как еще можем помочь. Бизнесу нужно также тоже посмотреть. Ну вот эти вопросы волновали. Конечно, главы муниципальных образований должны позаботиться сейчас о семьях военнослужащих, которые ушли непосредственно по частичной мобилизации, всем, чтобы помочь в сельской местности дровами взять под учет. Губернатор подчеркнул, что правительство края держит постоянную связь с участниками специальной военной операции. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.